Ты скажи сколько, она близко, близко уже. Девушка, здравствуйте. Можно задать вам пару вопросов по волосам? Нет? Стесняетесь, что ли? Пару вопросов по уходу за волосами. Я вижу, вы хотите ответить на них. Скажите, какими инструментами и оборудованием вы пользуетесь в домашних условиях по уходу за волосами? Вот так вот, на центр. Оборудованием? Оборудованием. Оборудованием. Инструментами. Ну, там фены, лойки. Фен, утюжок. Иногда утюжок. Иногда. А фен? Ну, фен постоянно. Это, ну, типа, каждый день? Или у вас есть какой-то, не знаю, там, график, что ли? Есть график. Когда есть время и возможность, лучше без. Принцесс, ты наша. Всё, я понял. А какие эти, скажите мне, средства по уходу за волосами? Маски? Я сегодня столько слов выучил новых. Маски, какие-то ещё, там, не знаю. Маски, бальзамы, масонеры, масло. Вот, кондиционер знаю. Термозащита. Да, термозащита тоже. А бренды какие? Может, помните? Лореаль, гарнир. Как называется вот это вот наш? Халос. А какие салоны вы посещаете? Или какие, может, хотели посетить, но ещё нога не дошла? На половине остановились. Не знаю, сейчас я не отвечу, наверное, в России салоны посещаю редко. А вот для чего, в основном? Подстричься? Да, концы. А какие тогда салоны? Ну, блин, которые рядом с домом находятся, туда едут, если чуть-чуть. Ближе, куда идти, да. А название, помните? Ну, я потерпляю. Это где находится? Есть на Мельченко и на Красной. Всё, знаем, где ты живёшь теперь. Найдём. Либо на Мельченко, либо на Красной. Ясно? Какой вопрос? Да, и ещё... А если не последний? Покусает им, да? Всё, ограничитель. Если сталкивались вы с проблемами какими-то волосами, там, может, выпадение волос или секущиеся концы какие-то, не знаю. Каждую весну, видимо, всё выпадают волосы. Это посезонно или нет? Да, сезонно. У меня сезонно, у меня, наверное, да, тоже. Как у собачьих кошечек? Ну, да. Зленько. А как вы боретесь с этой проблемой? Бывало такое, что доходило прям до паники, не знаю, и вы думали, что всё, останусь без волос, нафиг делай, всё, выбрасываемся. Да, ничего не было. До паники не доходило, но, ну, ты сразу начинаешь больше за ними ухаживать, не расчесывать, когда они мокрые. Хотя постоянно ты это делал. Я понял. Ну, и нет питания, может, что-то добавлять. Да, какие-то витамины. Да, да, да. Это тоже имеет значение большое. Ну, мне кажется, витамины имеют. Всё, хорошо, ну, спасибо вам тогда большое. Да, и вам спасибо. Всё, удачи. До свидания. До свидания. Здравствуйте, девушки. Можно вам пару вопросов задать по волосам? Да, да. Ну, просто какие салоны посещаете или какой уход у вас за волосами? Ну, это пару вопросов, нет? Пару вопросов, быстренько. Нет? По поводу... Что такое? Просто уходы за волосами, там, может, какими средствами пользуетесь. Ну, быстренько ответите, и всё. Я... я ненадолго вас. Я пользуюсь из Стелли. Из Стелли? Да. А парикмахерские инструменты какие-то в домашних условиях? Нет, я хожу к мастеру. К мастеру? А как часто вы ходите к мастеру? Раз месяц? А в какой салон? У моей матери свой салон. А что за салон? Если не секрет, конечно. Если секрет, ладно. Секрет? Да. Надо задать вам пару вопросов, быстренько. Я тоже, но... Ладно. Здравствуйте, девушка. Какими вы инструментами или оборудованием пользуетесь для ухода за своими замечательными волосами? Ну, я пользуюсь обычной шампунью и термозащитной. В принципе, это всё. Ну, ещё там бывает иногда, пользуюсь органовым маслом. Это чтобы... Какой эффект на волосы? Ну, волосы более такие блестящие, ухоженные. А оборудование, инструменты какие-то в домашних условиях используете? Ну, фен и плойка. Плойка? Только фен и плойка, да? Да. Хорошо. А ещё такой вопрос. Какие салоны, за прочим, вы посещаете и какие вы бы хотели посоветовать? Ну, не знаю, или какие вам, не знаю, нравятся, но вы пока ещё до них не дошли? Салоны я не посещаю. Всё делаю сама дома. Хорошо, круто. А где берёте тогда инструменты для того, чтобы ухаживать за волосами? Ну, где приобретаете, покупаете? В основном в интернете. В интернете? Всё, хорошо, спасибо вам большое. Было приятно пообщаться. Пару вопросов по уходу за волосами. За... Вообще ничего не скажешь? Нет. Ну, ладно. Здравствуйте, а можно задать пару вопросов по уходу за волосами? Чисто так, мы... Да, разные, мне хорошее настроение. Можно? Да, да. Пару вопросов всё. Здравствуйте, какими средствами и оборудованием вы пользуетесь в домашних условиях по уходу за вашими чудесными волосами, замечательными? За чудесными. Ну, конечно же, феном. Косметика Goldwell. Как? Повторите, пожалуйста. Косметика Goldwell. Хорошо. А салоны какие посещаете? Или в Запорожье, или какие вам нравятся, может? Сама парикмахер. Да, и где работаете? Давай, давай, все подослушаем. Рассказывайте нам. Работаю в салоне, в своём салоне. О, прикольно. А как называется и где находится, может, кто скажет? А за Харбьюти, а для чего вы это всё снимаете? А мы снимаем, у нас канал в Ютубе свой, у нас магазины парикмахерского оборудования своего. И мы просто снимаем видеообзоры новых инструментов, оборудования. Вот мы так, чисто для контента, да и просто. А какие бы вы советы по уходу за волосами дали бы девушкам, женщинам? Может, у каких выпадают волосы, или у которых проблемы вообще с волосами? Они не знают, с чего начать, или какими средствами им пользоваться, и каким оборудованием им перестать пользоваться? Ну, во-первых, утюжками перестать пользоваться, переходить на фены, круглую расчёску для укладки. От того, чтобы не выпадали волосы, нужно идти к трихологу, к косметологам, которые делают плазмолифтинг, которые очень помогают для волос, для роста волос, в принципе. Ну, волосы очень хорошо потом растут, восстанавливаются луковицы. Поэтому... А вы слышали про горячие ножницы, и как вы вообще к ним относитесь? Ну, я не знаю, что мы работали раньше с горячими ножницами. Ну, как бы, знаете, кому как подходит. Ну, кто кому... ну, привык, как пользуется. Ну, а вам нравится вообще? Я не почувствовала особой разницы между горячими ножницами и обычными. А какими, ну, инструментами парикмахерскими, парикмахерскими брендами? Брендами вы сами пользуетесь и советовали бы другим, наверное? Ну, для укладки вы имеете в виду, или для работы? Для работы в основном. Для работы мне нравятся ножницы кашла. Вот, а в принципе, фен и всё такое, babyless. Ну, как бы, обычные стандартные фирмы, которые используются в повседневной жизни. Всё, спасибо вам большое за уделённое время. Спасибо. Здравствуйте, девчонки. Можно задать вам пару вопросов? Привет. О, божечки! Какая встреча? Привет! Где бы ещё, блин! Ну, да, конечно. Слушай, какими ты средствами пользуешься по уходу за волосами? Какие инструменты, там, оборудование, как ты ухаживаешь за волосами? Ах ты бог, ах ты мой! Очень нестандартный вопрос на самом деле. Вот, ну, я пользуюсь шампунем Pantin и маской Pantin. 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 А есть у тебя какая-то, не знаю, вот, мне часто рассказывают, что есть, существует какая-то последовательность нанесения средств. Сначала, там, шампунь, маска. Да, сначала ты моешь два раза голову, только ты моешь полностью не с длиной, а моешь только у корней. А мне как? Ну, типа, тоже? Ну, тебе полностью. Это на длинные волосы. То есть, просто если полностью длину мыть шампунем, то ты будешь её портить. После того, как ты помыл голову у корней два раза, ты наносишь бальзам на волосы на концы. Это на влажную голову обязательно? На влажную волосы. И ты потом смываешь его? Потом я смываю. Пять минут где-то, и после я смываю. После я наношу кондиционер и защиту, чтобы феном не портить волосы и утюжком. Афиг. Ставишь эту подсказку? Увеличишь голос? А инструменты? У тебя только фен, плойка, может, ещё какие-то там... Фен, утюжок и расчёска. А фен, какие-то бренды, может, знаешь, какие? Хотела приобрести себе или... Вы-то у меня спрашиваете. Нет, обычный фен. Обычный классный фен. Не знаю, какой, но он классный. А салоны какие посещаешь, может, посоветовала бы или хотела посетить в Запорожье? А я каждый раз в разном месте нахожусь. А какое вот тогда больше тебе всего понравилось? Я не помню. Честно, не помню. Я делала у подростков... Из последних, из последних, может, так сказать. Нам важно название, все эти подробности. Сейчас, секундочку. Блин, ну она... Короче, на фестивальной. На фестивальной. На фестивальной. Я не помню, как-то... Честно, вот, честно, не помню. Ну, я... Ну, мне там очень понравилось, но я не помню название. Я вспомнила салон, называется Камелия. Вот. Пожалуйста. И что мне делать теперь с этим, скажите? Девушки, можно вас отвлечь на пару минут? Пару вопросов по уходу за волосами. Мужа ухаживаете? Нет. Это мой уход! Очень важно. По уходу за волосами. Я уверен, вы сможете ответить. Все, можно? Давайте отойдем чуть-чуть в сторону. По уходу за волосами. Это аварийное. Итак, все снимаешь. Какими вы средствами пользуетесь по уходу за вашими замечательными волосами? В домашних условиях. Как вы ухаживаете вообще за волосами? Ну, шампуни, маски. Ну, средства там, может... Фирмы? Фирмы какие-то вы... Обращаете внимание вообще при покупке средства на фирму? На состав. Как-как? Состав! На состав? А какая вам фирма больше всего нравится? SP1. SP1, хорошо. А у вас были такие проблемы, что у вас начались какие-то проблемы с волосами? Да. И вы там или выпадают, или щекутся концы. Как вы решали этот вопрос? Вообще сильно паниковали? Да. Облысение это не очень хорошо вообще. Особенно пока молодые, еще энергичные. Ну, к врачу сходила, и все. И что посоветовал сам врач? Поменять шампунь и уход за волосами другой. А какой? Ну, какие изменения ты ввела в свой образ ухода за волосами? Может, оборудование, каким ты пользуешься, а каким перестала, может, пользоваться? Какой сильно портит? Я начала пользоваться термозащитой для волос, чтобы кончики не секлись. Перед феном, наверное, часто пользуешься феном? Ну, раз в два дня. Раз в два дня? Это после каждой помоски головы? А утюжок там? Да, тоже. Тоже так. Но реже, чем феном, наверное. Точно так же? Ну, да. И как вообще сейчас волосы? Ну, нормально вроде. Хорошо. А фирмы, может, какие-то бренды, оборудование? Ну, у меня фен и утюжок, рейминг там, и всё. Всё это мы знаем. Да, отлично. А салоны какие-то посещаете, может? Да, постригаются, красятся. А какие? Какие салоны? Это важно. Там... Я не знаю, название не помню. В той стороне где-то, а ну, поведи камеру, в той стороне. Вон там где-то. Да, да. Всё. А вы? Чего? Вы молчать так просто не дадимым, просто я... Как вы ухаживаете за волосами? У вас более светлые? Может, вы когда-то красили или... Нет. Нет? Это ваш природный цвет волос? Да. Просто тоже шампунь, маска, спрей. А какая-то последовательность может? Спреи... Вот, кстати, мало кто пользуется именно спреем. Какой эффект спрея вот на волосы, когда вы пользуетесь? Не знаю, ну, шелковистые более становятся. Более шелковистые? И стаще, да. А маски... Какая последовательность? Уходы, вроде... Я знаю, всегда, везде первый, всегда идёт шампунь. Да, шампунь. Вот я просто пользуюсь только шампунем. И то-то, может, гель для души, неважно. Нет, ну, шампунь, маска или бальзам какой-то. Это вот так вот идёт. Да, потом, когда волосы подсохли плюс-минус, ну, влажные, спрей. Возможно, масло какое-то такое. А на сухие волосы можно спреи вообще? Какой бы вы спреем? На сухие волосы. На сухие, всё. А какие советы, вот, девочка какая-то загуглит, какие советы по уходу с волосами, условно? Какие бы вы дали основные советы, чтобы девушка, там, не знаю, уже или испортила волосы, или чтобы не допустить вот этой испорченности, там? Ну, подбирать надо правильно, пробовать, не покупать какие-то дешёвые линии шампуньи, там, не знаю, разные уходы. Хорошо. А период пользования, там, феном, утюжком? Ну, это у каждого праздник. Праздник. Как бы, если ты моешь голову, да, сушишь вену, ты как бы не можешь один раз посушить, а не нет. А как, по-вашему, ну, идеальный срок, период, это, вырежем кашель, коронавирус, судя, ла, как, 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 какой период мытья головы, ну, вы бы посоветовали, сначала, вы. Каждый вопрос раз, там, ну, как, по мере загрязнения. Ну, типа, оптимальный раз в три дня, вроде бы. Это самый, ну, идеальный вообще, да? Ну, типа, оптимальный, да. Не, если у тебя волосы, не знаю, будут чистые неделю, ты можешь не мыть их неделю. А вы, ну, типа, обращайте внимание на волосы, там, чистые они у вас или нет, или вы, вот, знаете, что, типа, в этот день надо помыть голову и уже идти там. Ну, то и то. Ну, да, ну, типа, допустим, если ты видишь, что уже волосы, там, не в идеале, но тебе никуда не надо, то, ну, лучше не мыть лишний раз, да? Все, хорошо, ну, спасибо вам, девчонки, за ответы, давайте пятишком. Все, пока, хорошего дня вам. Насчет волос, вы же ухаживаете за волосами? Нет, мы не ловим. Нет, не ловятся. Надо задать вам пару вопросов по уходу за волосами, быстренько выводим. Хорошо. А вторая девушка стесняет? Наверное. Девушка, вы стесняетесь? Давайте тоже в кадр, нет? Ими средствами по уходу за волосами вы пользуетесь в домашних условиях? Спантин, шампунь и бальзам. Шампунь, бальзам, может, маски какие-то у вас есть? Масло для волос. Я не помню фирмы, и все. А какие, какое оборудование у вас дома есть? Вы часто пользуетесь вообще фиеном? Нет, вообще не пользуюсь. Вообще никаким, да? Нет. Гадом буду. И как часто вы моете голову, быстро на вас сохнут волосы вообще? Я мою через день. Через день? А как волосы быстро высыхают? У вас густые или они наоборот такие ровные? Ну, из-за того, что они длинные, они у меня сохнут минут 30. Внутрицать? Да. Мы просто спрашивали у одной девочки, она говорит вообще минут 15 волосы высыхают, и все. Ну, такое тоже может быть. Мне кажется, фэнтези. А салоны какие-то посещаете у нас в Запорожье? Или, может, в других городах? И какие бы вы сами посоветовали? Нет, я не посещаю. Я только кончики обрядаю, и все. А сталкивались вы когда-то с проблемой какими-то с волосами? Нет. Может, секлись в конце, нет? Вообще никогда не было. А какой бы вы совет дали девушкам, которые смотрят вот наш канал, условно, как избежать вот именно вот таких проблем? Выпадение волос или посеченное концу? Вот вы говорите, вы никогда не сталкивались с проблемой, потому что вы, наверное, ухаживаете хорошо с волосами. Вот. Вы вывели такую формулу. Какой совет основной вы? Ну, к доктору сходить, наверное. Вот. Голову чаще мыть. Вы к доктору ходили? Ну, когда-то там проверили. Нет, ну, у меня и не было проблем с волосами, поэтому не ходил. А для профилактики? Но если такая проблема есть, то надо сходить. Обязательно именно к доктору или это мастер какой-то решает этот вопрос? Нет, ну, это, если я не ошибаюсь, называется трихолог. Это по волосам. Все, давай пить и спасибо тебе, что ответила на вопросы. Спасибо. Все, пока. Пару вопросов быстренько. Быстренько, по уходу за волосами парочку вопросов, хорошо? Кирилл, можно к тебе? Кирилл, можно к тебе? Кирилл, к тебе? Кирилл, к тебе? Все, можно? Можешь парочку дать комментариев про? По уходу за волосами. Тут тоже, тоже. Давай, давай. А вот прикол. Итак, девчонки, как вы ухаживаете за волосами в домашних условиях? Какими средствами, может, вы пользуетесь? Моем голову просто. Просто стандартный базовый выход. Под кран и все. Под кран и обязательно нужно, ну, вот так вот наклониться, то есть стоя в душе нельзя, нужно обязательно запрокинуть голову. О, мой. Ну, понятно, ну, это стратегия такая или тактика, я не знаю. Лайфхак. Если нет, то я вам понимаю. Это, это, это утром так наклонилась. Да, ну, 25 плюс лучше так не делай, потому что уже проблемы с поясницей. Поразминалась, а как разминочка утренняя, вместо зарядки заменяет? Так уже по-любому. А серьезно, шампуни, там, какие-то средства, может, масло, масло? Максимум бальзам, да. А шампунь? Ну, после шампуня, че? Поддержать. Я же парень, я не знаю этих всех штучек, поэтому я вас страшно. Сначала шампунь два раза. Потом бальзамчик. Да, потому что первый раз сначала разогреться, потом уже прощаются волосы. Да. А какими инструментами, оборудованием вы пользуетесь? Да, бэйби! Полотенце. Инструменты очень серьезные и дорогостоящие. А оборудование, ну, фены, плойочки есть же у вас? Нет, там лучше не надо. А вообще часто пользуетесь такими? Ну, феном, да. Феном, а плойкой? Нет, у меня ровные волосы. Я пользуюсь. Утюг. И как? У меня вообще вьющиеся волосы. И как, ну, не знаю, раз в четыре дня, может быть. И, ну, страшно вообще пользоваться плойкой или утюжком, что там у тебя? Ну, типа, ты такая... Очень страх. Блин, сейчас постичутся. А были вы вообще проблемы, сталкивались когда-то, там, выпадения волос, не секущиеся концы, там, не знаю? Бывало, с кем не бывало. А какие вот хорошо? Велкий разговор бывший. Душевный просто, в общем. Когда пытаетесь поддержать делу. Ну, давай там, увидимся. Вот там все, увидимся. А советы какие-то дадите? Там, не знаю, вот девушка какая-то зайдет, смотрит. Вы так странствите. Вы волчатся в профиль нас снимают, да? А может, у нас не очень хороший профиль, вы думаете? Не, очень хороший профиль. У меня вот вообще левая сторона рабочая. Рабочая. Да, поэтому я буду вот так стоять, разбавить в ту сторону. Хорошо, прекрасно. Какие советы вы бы дали, на самом деле, вот серьёзно, по... Чтобы не попасть в такую проблему, что волосы секутся или выпадают, какие вот советы по уходу? Самые основные. Ну, по возможности, можно сушить волосы, естественно. Типа, лето, жарко, можно, ну, их не сушить феном. Это первое. Если сушить, то термозащитой будет. Деревянная расчёска, может быть. Деревянная? Да. Если вьющиеся волосы, то не расчёсывают их обычно, ну, чтобы, типа, не травмировать волос. А есть какие-то средства, там, чтобы волосы расчёсывать нормально? Ну, чтобы как-то их улажнять? У вас есть, может, какие-то средства? Я вот думаю, в чём... У меня есть. У меня есть. Иди, покажите нам. Всё, что есть, на голове уже. Ну, ладно, спасибо вам, девчонки, за то, что ответили. Спасибо большое. Да, эти пятишки. Здесь это будет не на порнхаб.